Про людей, которые влияют на облик нашего любимого города Чебоксары. Мы будем сегодня говорить. Союз архитекторов Чуваши исполнилось 60 лет. У нас в студии его председатель Сергей Лукьянов. Сергей Патерлимонович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот первое, что я хотела спросить, это какая задача стоит перед Союзом архитекторов и для чего он вообще, собственно, нужен. А потом я нашла вот такое высказывание экс-президента Союза архитекторов России Андрея Бокова. Профессия архитектора не может существовать в ней некого коллективного согласия. Нужны общие правила, стандарты, и для этого и нужен Союз архитекторов. Вот согласны ли вы с этим? Конечно, полностью согласен. Само слово «союз» подразумевает именно объединение для того, чтобы выработать какое-то общее мнение и союзно потом высказать его обществу для того, чтобы общество приняло правильное профессиональное решение. Сегодня уровень коммерции, который приходит в строительный комплекс, он не должен управлять архитектурой. Потому что, да, есть же заказчик со своими деньгами, да, и у него есть какое-то видение, что бы он хотел видеть. И не всегда это хороший вкус, например, с точки зрения архитектуры. Во многом, вот когда мы общаемся с заказчиком, если он общается с нами искренне и не пробивает конкретно только свою задачу, то он понимает целесообразность и правильность принятия решений, потому что каждому заказчику наверняка хочется сделать, чтобы было красиво, чтобы о нем вспоминали хорошим словом. И, конечно, это сопряжено и с бизнесом, но в любом случае, вот общая точка зрения, выработанная вместе с профессионалами, с архитекторами, мне кажется, она только идет на пользу и заказчику, и городу, и населению. Ну да, то есть, если заказчик работает союзом архитекторов и прислушивается к мнению профессионалов, это идет на пользу всем и горожанам, и ему самому. И вот главная задача – быть полезным обществом. А вот как может повлиять, может ли повлиять архитекторов, если, например, какая-то иногородняя компания выиграла конкурс на проектирование какого-то объекта, ну, например, нового торгового центра? Вот здесь мы как-то можем высказать свою позицию, повлиять на внешний облик и вообще на то, что в данном месте появится данный торговый центр? Да, такие примеры есть, и мы влияем. Хорошо, что у нас в городе и в республике присутствуют такие градостроительные советы, и мы обсуждаем, спорим порою. Когда вот такие решения принимаются правильно, то есть с позиции полноты голоса мнений архитекторов, то принимаются довольно-таки правильные, серьезные решения. В частности, вот даже больница, которая вот здесь построена, на Ленина недавно, она в первом начале, после конкурса, который выиграла, по-моему, какая-то то ли Самара, то ли кто-то, принесли проект, рассмотрели на градсовет, ну, и практически полностью его раскритиковали, тот проект, и было принято решение, чтобы наши архитекторы вмешались, в частности, там, за архитекторы граждан проекта, и в результате все-таки вот были проведены необходимые корректировки для того, чтобы здание было довольно-таки достойным для города Чебоксар. Сегодня наши задачи, они ставятся намного интереснее и шире, это войти в каждый двор и благоустройством, и тротуарами, и общественными пространствами. Общественные пространства, раньше мало кто обращал внимания, вот делали объект, да, а какие-то планировочные решения просто забывали, а объект не может существовать без благоустройства, или без каких-то пространств, в котором он находится. Вы как раз предвосхитили мой вопрос, потому что как раз я собиралась вас спросить по поводу вот этой федеральной программы о формировании комфортной городской среды, да, как относитесь, я так поняла, что вы только за, да? Отлично, да, конечно. И, а вот, как сказать, к качеству реализации как вы относитесь? То есть, наверняка, вы следите в республике, да, что есть, например, какие-то парки в Яльчиках, которые называют положительными примерами, есть какие-то, наверное, очень хорошие примеры? Здесь все очень просто, почему? Потому что эти программы для нас, они как бы высыпались так неожиданно, и мы просто не готовы были, наверное, правильно их организовать. Организация их, я думаю, заключается, в том, что вот правильно сейчас делает главный архитектор республики Шевлягин Александр Алексеевич, то, что для, допустим, районов, а они же тоже участвуют в этих программах, населенные пункты, меньше там даже районного поселения участвуют в программе, и для них вырабатываются какие-то типовые решения уже осмеченных, каких-то площадок, прочих, прочих, которые можно просто привязать и нормально почитать, сколько будет стоить, и как это будет выглядеть, и прочее. Не надо, может быть, здесь привлекать профессионалов-архитекторов, а вот когда делается общественная пространство, конечно, здесь обязательно нужно привлечение архитектора, который может понимать, что такое функциональное зонирование, что такое связи, откуда человек пошел и куда придет, и где главное, и где второстепенное. Вот здесь вот сколько процентов озеленения и прочее. Поэтому, когда привлекается профессионал, то это довольно-таки очень важно. Я считаю, что мы сейчас вот где-то уже нашли понимание, как это вот в республике обосновывать. Мы сейчас с удовольствием договариваемся с «Аллатарем», с «Марпосадом» и «Канашом», для того, чтобы помочь им в реализации каких-то вот таких вот программных документов. У нас есть хорошая такая система, отработанная как архитектурная среда, это мини-конкурс, когда мы, понимая задачу, в короткое время, вот штурмом, каким-то таким архитектурным, мозговым штурмом пытаемся решить какие-то конкретные задачи. Еще момент такой, я готовилась к интервью. Мне и мои коллеги, которые помнят, еще у вас на посту главного архитектура города Чебоксары, сказали, а в «Авнате» мы помним такую историю, что к вам предъявляли такую даже, ну, как бы не претенжи, а с вас был спрос по поводу разного цвета крыш домов скатных. Это действительно такое было? Действительно мы обсуждали разный цвет? Или это такая больше байка профессиональная? Нет, почему это было? Обсуждение. И на самом деле я отбивался как? Мне приводили пример, допустим, там вот Югославию, в те времена Югославия. Так, там одинаковый цвет, правильно? Одинаковый цвет, коричневенькие крыши, и белые там хатки стоят на стенах. Я объясняю, что все это там сделано. Почему? Потому что это естественный свой материал черепица. Вот черепица делается, естественно, ее красить безболезненно. Самый естественный цвет ее – это коричневый цвет. У нас же сегодня на рынке появилось очень много материалов с возможностью колористики. Вообще строительные материалы сегодня нет. Вот на зависть все можно творить. Единственное, что не надо делать это без вкуса, резкими какими-то ядовитыми цветами. Надо делать все-таки в какой-то гармонии. Насколько красива радуга. Ты смотришь на нее, и все равно душа радуется. Потому что вот это сочетание семи цветов, оно насколько гармонично. А когда появляется там какая-то чернота или какие-то там яркие, непонятные, ядовитые цвета, конечно, это не для крыш. И вот мы долго обсуждали, мы понимаем, что нужно где-то вот… Крыша – это пятый фасад здания. И к нему особое внимание должно быть. Так же, как и ко всем другим фасадам, включая и благоустройство, и общественное пространство. И чем закончилась история? В итоге у нас одинаковый цвет крыш в городе все-таки нет сейчас? Нет, не одинаковый. Все-таки не одинаковый. Я считаю, что все-таки должны быть вкусовые качества. Единственное, что они не должны резать глаз и вызывать какое-то там противоречие. Я согласна. Вот когда бывает обычный день города или какие-то выставки архитектурные, я знаю, что горожане очень любят рассматривать проекты будущие и представлять, как будет выглядеть наш город. Вы знаете, еще в последнее время тоже очень часто слышу, вернее, вижу, что возобновилось обсуждение по поводу еще одного пешеходного моста через как раз залив. Обсуждали еще очень давно, еще со времен моего студенчества. Я знаю, что были разные проекты. Проекты, наверное, сотни, я вот не ошибаюсь. Как вы думаете, появится все-таки или мы все-таки отойдем и не будем к нам? Мы, конечно, совершенно случайно с архитекторами, в частности, с Юрием Михайловичем Новосиолом, ставили две лестницы напротив, совершенно не подозревая, что там что-то между ними должно быть. Конечно, мы всегда предполагали, что эта связь, она очень важная. Она должна идти от Волги по улице Водопроводной, переходить через музыкальный театр, через залив и попадать в район Грязевской стрелки и выходить аж к памятнику Победы. Вот такое полукольцо пешеходной связи. То есть изначально все-таки планеты. Мы его давно-давно чувствуем. И время покажет. Единственное, что это МОЦ, конечно, мы его сейчас рассматривали. Это не просто так мероприятие. Это и безопасность, что самое главное. И функциональное использование залива, которое сегодня используется. То есть его надо как-то видеть так, чтобы функционала не потерять. У меня еще такой вопрос. Если, например, Союз архитекторов или вам как председателю дать волшебную палочку и сказать, что сейчас вы можете буквально сделать или поменять в городе что угодно, или сделать, чтобы появилось какое-то строение. Что бы вы сделали в городе, если бы вам дали волшебную палочку, сказали все, что угодно? Если бы была волшебная палочка, я бы никаких строений не строил. Я бы строил менталитет в городе, чтобы статус архитектора был на достойном уровне, чтобы мнения архитекторов прислушивались, и чтобы время строителей и коммерсантов как можно ушло дальше. Мне говорят, что они всегда будут. Но влияние времени строителей и коммерсантов на архитектуру, оно не должно быть. А архитектуру профессионалы должны совместно вырабатывать точки зрения и делать хорошие объекты. Ошибы в городе очень много. Ну что ж, надеемся, что это время действительно у нас тоже придет. Я напоминаю, мы беседовали с председателем Союза архитекторов Чуваши Сергеем Лукьяновым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова